Вставай, страна огромная! Вставай, страна огромная! С конца лета 1941-го, а еще больше осенью этого года, хлынул поток окруженцев. Это были защитники Отечества, те самые, кого несколько месяцев назад наши города провожали с оркестрами и цветами, кому после этого досталось встретить тяжелейшие танковые удары немцев и в общем хаосе, а не по своей вине побывать не в плену, нет, а боевыми, разрозненными группами сколько-то времени провести в немецком окружении и выйти оттуда. Вместо того, чтобы по-братски обнять их на возврате, как сделала бы всякая армия мира, дать отдохнуть, съездить к семье, а потом вернуться в строй, их везли в подозрение под сомнением бесправными обезоруженными командами на пункты проверки и сортировки, где офицеры особых отделов начинали с полного недоверия каждому их слову и даже те ли они, за кого себя выдают. Так метко и правдиво еще в начале 70-х годов писал об окруженцах Александр Солженицын. С того времени историки мало что могут добавить к этим красноречивым словам. За громкой славой героики Великой Отечественной войны в Советском Союзе вне поля зрения оставалась судьба огромного количества людей, которые, рискуя жизнью, выходили из военного окружения, находились на оккупированной территории. Лишь через 70 лет после окончания войны появилась возможность говорить об этом откровенно, но только за пределами современной России. Протоколы допросов, заключения соответствующих органов, материалы следствия вкупе с воспоминаниями самих бывших окруженцев дают возможность реконструировать все тяготы и лишения многих воинов Красной Армии, увидеть другую сторону войны и трагедию выхода из котлов, и сломанная судьба многих людей, которые в результате проверок попали в штрафные подразделения и штурмовые батальоны, провели годы в сталинских лагерях. Некоторые из них даже поплатились жизнью. Объединяющим фактором для всех, без исключения окруженцев, а также их родственников и потомков, стало тотальное недоверие государства, которое преследовало их всю жизнь, заставляя заполнять зловещую графу в анкете. Были ли вы и ваши родственники на оккупированной территории? Сегодня об этом странно слышат, но в те времена советское государство исключало любую возможность потери контроля над отдельной личностью. В Советском Союзе вообще было негативное отношение к людям, которые были за границей, или выезжали за границу, или желали уехать из Советского Союза. Криминальная ответственность за то, что человек был на территории врага, перешел на территорию противника или был за границей, желал уехать за границу. Криминальная ответственность была заложена еще в 20-е годы. Когда началась немецко-советская война, ни один из уставов рабоче-крестьянской Красной Армии до 1942 года не предусматривал, а следовательно и не прописывал возможные обстоятельства окружения и выхода из него, поскольку подобные стратегические провалы прогнозировались только для армии противника. Наступательная концепция Красной Армии, закрепленная в уставных армейских документах, ретранслируемая через пропаганду войны на чужой территории и малой кровью, была успешно реализована лишь в начале Второй мировой войны, в 1939-1941 годах. Но уже вскоре, в непосредственной схватке с вермахтом, она оказалась неэффективной. Быстрому продвижению танковых клинья в советской территории Красная Армия не могла успешно препятствовать. Зато советские войска, переходя к контрнаступлениям, удерживая собственные позиции, несмотря на угрозу обходного маневра противника, теряли возможность отступать и оказывались в тисках окружения. Когда начались неудачно боевые действия, когда армия вынуждена была отступать, и в этом хаосе многие оказались на территории противника, априори эти люди воспринимались как враги. И чтобы остановить отступление армии, кроме чисто военных каких-то мероприятий, усиления обороны, помощи боеприпасами, живой силой, естественно, задействованы очень репрессивные методы. В 13 котлах 1941-1942 годов были уничтожены почти все боеспособные части Красной Армии 1-го эшелона, миллионы бойцов и командиров. На территории Украины в 1941-м в больших окружениях в районе Умани, под Киевом и Мелитополем противник ликвидировал основные ударные группировки Красной Армии, сосредоточенные в Украине накануне войны с Германией. По мнению многих современных военных историков, поражения и потери 1941 года в значительной мере были обусловлены неспособностью высшего военного командования и Сталина отказаться от доктрины наступательной войны. Одним из примеров такого стратегического просчета стала оборона Киева, которая закончилась окружением и ликвидацией четырех армий Юго-Западного фронта. Сотни тысяч бойцов и командиров были зажаты на левобережных территориях современных Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. Всего, по данным советской стороны, в окружение попало более 450 тысяч человек. Из них около 59 тысяч — командный состав. Заключительный эпизод битвы в условиях стратегического окружения продолжался до 27 сентября 1941 года. Войска Юго-Западного фронта некоторое время еще сохраняли значительные ресурсы для того, чтобы сопротивляться. Но выход из окружения был санкционирован слишком поздно, когда штаб фронта фактически уже потерял управление своими войсками. В условиях паники и хаоса боевые подразделения превратились в неуправляемую и дезорганизованную массу бойцов и командиров. Все попытки командования фронта наспех сформировать боеспособные части ни к чему не привели. По состоянию на 1 октября 1941 из окружения прорвалось 21 тысяча бойцов и командиров и 10 представителей высшего командования, что в целом составило всего лишь 4% личного состава фронта. Возникает вопрос, неужели эти массы людей, имея на руках оружие, боеприпасы, неужели они не имели возможности дать отпор врагу? Почему? Возникает вопрос, почему сдались? Почему сдавались добровольно? То есть уже негативное отношение к своим людям, которые были на территории врага, накладывалось вопрос, что они недостаточно хорошо оборонялись, они недостаточно хорошо защищались. Большинство окруженцев, в том числе и под Киевом, попали в плен. Об этом свидетельствуют данные учета потерь Красной Армии и советских пленных в Вермахте. Сведения о погибших и раненых красноармейцах во время боев в Котле вообще отсутствуют. Если рассматривать Киевский котел, то именно большую роль в том, что такое большое количество попало в окружение, сыграло именно низкий моральный уровень солдат и офицеров. То есть вот это долгое держание, отсутствие приказа о том, что нужно отступить, страх и паника, я думаю, был очень важным фактором в том, что такое количество людей попало в плен. Окруженцы, которым повезло остаться в живых, избежать плена, попасть в расположение советских войск, прежде чем снова полноправно стать в ряды Красной Армии, должны были пройти немало испытаний и проверок. К ним относились так же строго, как и к бывшим военнопленным. И тем, и другим не доверяли. Окруженцев подозревали в том, что они могли быть завербованными и переброшенными для разведывательной или подрывной деятельности. Как мыслит обычный нормальный человек, который не вникает в подробности ситуации. Раз ты оказался там, значит, ты сдался добровольно, значит, ты враг. Каким образом люди выходили из окружения? Без своих документов, без оружия, без формы. Тем более ты враг. Они в плен не попали, но к ним относились точно так же, как к пленным. В некоторых случаях даже еще и хуже. Иногда задержанных доставляли к командирам ближайших военных частей, которые проводили первичный упрощенный опрос и принимали решения о дальнейшей судьбе воинов. Сложнее было одиночкам, особенно тогда, когда они не могли четко объяснить, где так долго бродили и почему не сохранили оружие и документы, а также переоделись в гражданскую одежду. Таких в случае малейших подозрений в сопровождении особиста отправляли дальше, как правило, в штаб дивизии или в советский тыл для более тщательной проверки. Попутно заметим, что в тогдашних условиях, учитывая эффективную работу немецких спецслужб, которые пытались внедрить свою агентуру в ряды Красной Армии и ее глубокий тыл, под видом окруженцев или бывших военнопленных, необходимость проверки была вполне обоснованной. Достаточно эффективно работала разветвленная сеть школ Абвера, где именно эти контингенты красноармейцев пользовались едва ли не самым большим спросом немецкой разведки. Поэтому работы для контрразведки хватало, профессионализм и бдительность были не лишними. Иногда агентуру противника обнаруживали достаточно быстро, даже без тщательной оперативной работы. Их выдавали, как правило, незначительные, но очень важные мелочи. Сытые, хорошо выбритые, в неизношенных сапогах и обмундировании, что в условиях долгого блуждания оказалось неправдоподобным. Впрочем, такое случалось нечасто, поскольку немецкие спецслужбы готовили легенды своей агентуры тщательно и с учетом всех деталей. Понятно, что любое государство, даже с устоявшимися демократическими традициями, в условиях чрезвычайного положения повышает уровень ответственности всех и каждого перед законом, особенно когда речь идет о так называемых военных преступлениях. Но, как свидетельствует история, в процессе формальных проверок бывших окруженцев срабатывал фактор традиционного недоверия, подозрения и даже враждебности к тем, кто хоть какое-то время находился на территории, контролируемой противником. Присущая сталинскому режиму шпиономания, подозрительность, пренебрежение к своим гражданам и пренебрежение человеческой жизнью не оставляли никаких сомнений относительно направления и содержания директивных предписаний. Даже поверхностный анализ правовых актов военной пары дает возможность убедиться, что в первый год войны наблюдалась устойчивая тенденция к неумеренному повышению планки репрессий. С Государственного комитета обороны номер 270, который предписывал расстреливать таких солдат и офицеров, а семьи подлежат аресту, как семьи врагов народа. Это высшая точка этой крепрессивных методов и дальнейшая тенденция к попытке разобраться с людьми, понятие того, что люди, которые были в окружении, в плену, были разные люди. Поэтому в конце декабря создаются сборно-пересыльные лагеря. В 1942 году создаются штрафные роты, куда попадают не только военнослужащие, которые совершили какие-то проступки, преступления в армии, но и куда направляют людей, вышедших из окружения или освобожденных из плена. В 1943 году создаются штурмовые роты, штурмовые батальоны, это для офицерского создава. В среде военных штурмовиков называли смертниками, поскольку их использовали на самых тяжелых участках фронта. Они шли впереди основных сил, а следовательно, их потери были наибольшими. Несмотря на общий обвинительный уклон положения действующих предписаний репрессивного характера, тогдашнюю атмосферу подозрения и недоверия командиры среднего и низшего звена фактически отвечали за просчеты и ошибки высшего политического руководства и военно-начальников. Повысшие планки строгости относились к солдатам и офицерам, мобилизованных в так называемых нелояльных к советской власти регионах. Это предполагалось не только соответствующими предписаниями НКВД, но и специальной директивой Сталина и Мехлиса номер 090 от 20 июля 1941-го, как задачи военным комиссарам и политработникам в Красной Армии. А приори, не доверяя этим воинам, называя их сомнительным и нелояльным элементом, отмечалось, что среди мобилизованных в западных областях Украины, Белоруссии, а также среди мобилизованных в Молдавии, Буковине и Прибалтике оказалось значительное количество предателей. Поэтому и предписывалось лиц, которые попали в окружение в упомянутых регионах и вышли оттуда, как в одиночку, так и группами, в том числе и командиров и политработников, проверять особенно тщательно, совместно с особыми отделами, для того, чтобы в нашей части не смог пробраться ни один шпион. Ситуация не изменилась и позже. Также придирчиво проверяли всех бывших окруженцев во время освобождения территории УССР от войск вермахта. Эти территории на длительное время находились под контролем противника, то есть до трех-четырех лет. И потому что Сталин определял, мы это видим даже со всей тенденцией истории, что присутствие Украины в составе Советского Союза, это было определенной гарантией существования Советского Союза. То есть если посмотреть на историю, в 19-м году потеря Украины означала опасность потери большевиками власти в Москве. В том же 1991 год выход из состава СРСР Украины определил распад Советского Союза и так далее. То есть это такая базовая территория, которая была как бы гарантией власти большевиков, гарантией власти над существованием империи. Во время активных наступательных боев Красной Армии на территории Украины начал меняться и состав удерживаемого в спецлагерях на фильтрации контингента. Теперь к военным добавились и те, кого подозревали в сотрудничестве с оккупационными властями. Их в документах называли второй учетной категорией. Окруженцы, члены ВКПБ проходили двойную проверку. Ими занимались политорганы Красной Армии. Кроме стандартной проверки в особых отделах, их ждал и придирчивый допрос на Порткомиссии военного формирования, и выяснение обстоятельств утраты партийного билета. Итак, окруженцев, которые прошли сквозь сито проверки контрразведки, все равно подкарауливало еще одно серьезное, с последствиями наказание, исключение из партии. Спецпроверки бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении, которые считались предателями Родины. Шпионами и дезертирами за всеми предписаниями должны были происходить в специальных лагерях с приличными условиями содержания. Впрочем, прописанные на бумаге правила были очень далекими от реальной жизни. Людей испытывали не только недоверием, допросами и издевательствами, но и сложными бытовыми условиями, длительным ожиданием решения их судьбы. Тысячи людей занимались тем, что опрашивали, выясняли обстоятельства попадания в окружение, обстоятельства выхода из окружения, и на основе вот этих допросов решали, или этого человека вернуть все награды, звания, и вернуть его в строй, или вернуть его в строй, но уже в другом статусе, в статусе рядового, в статусе бойца штурмового батальона или штрафной роты, в статусе рабочего завода. Постепенно меняется и дислокация спецлагерей. Если в начале их существования доминировала целесообразность организации таких учреждений как можно ближе к линии фронта с целью оптимизации фильтрации, то теперь их развертывание ориентировалось на потребности экономики в трудовых ресурсах и приближении к конкретным промышленным объектам, где существовала потребность рабочих рук, в частности и профессий, которые не требовали длительного обучения, в основном добывающая отрасль. Завершение войны с нацизмом не уменьшило бдительности спецорганов в отношении бывших окруженцев. Для тех, кто прошел чистилище проверок и спецлагерей, унижения и безосновательные обвинения на этом не исчерпывались. Даже более того, после войны начались повторные проверки, аресты, служебные расследования. На повседневном уровне недоверие и подозрения часто приводили к лишению возможности получить образование, иметь престижную профессию, сделать карьеру, сменить место жительства. Только в совместном постановлении ЦК КПСС и Совета Министра в СССР от 29 июня 56-го года об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей, где, опять же, через запятую упоминались окруженцы, осуждалась пагубная практика политического недоверия к этим людям. В этом же документе были зафиксированы намерения прекратить преследование этой категории участников войны и начать мероприятия по восстановлению их гражданских прав. Но несмотря на такие громкие декларации, эти люди, как и их родственники, продолжали находиться под колпаком спецслужб, до конца своей жизни заполняя служебные анкеты о пребывании на оккупированной территории. Они уже и были вроде бы чистыми, прошли спецпроверку, искупили свои грехи, но им до конца 80-х напоминали, «ты человек не совсем советский, ты не чистый, ведь был, состоял, участвовал» и тому подобное. Они долгие годы боялись даже вспоминать события войны, в результате которых оказались в окружении. Такое несправедливое отношение в СССР к окруженцам объясняется существованием тоталитарного государства, в котором граждане жили под постоянным контролем государственной машины. Пребывание советских людей на оккупированной противникам территории в статусе пленного или гражданского лица, по сути, были потерей контроля над ним со стороны советской власти. Поэтому процедура опроса и проверки военнослужащих, которые некоторое время вынуждены были жить в тылу противника, превращались в очередной способ репрессий. Моральная слепота власти, болезненная подозрительность, желание переложить свою ответственность за стратегические просчеты на плечи обычных воинов и, наконец, желание держать в страхе всех без исключения вызвали появление зловещей запятой в документах репрессивного характера. Она сравняла в бесправии тысячи людей, на много лет определила их статус в обществе, заставила жить, оглядываясь. Сталинская система привела к полному обесцениванию человеческой жизни и личности. Рабство стало повседневной формой политических и социально-экономических отношений, а дух и душу разъедала всеобщее лицемерие. Тоталитарный режим безоговорочно присвоил себе лавры победителя в войне, отобрав это право у солдат и офицеров, которые ценой своей жизни и здоровья боролись с нацизмом.